Музыка Я пасторна Карина Александровна, в девичестве Магель у меня фамилия. Родилась я в 1955 году в Симпалинской области, Капиксинский район, совхоз «Большевик». Мы жили, у нас было трое детей, мама с папой, бабушка и тетя. Бабушка не принимала русский язык. Пока по-немецки не скажешь, она даже, даже, даже. Вот только нужно по-немецки сказать ей. И поэтому мы как-то все равно по-немецки маленечко говорили. Но она рассказывала, что она там на фабрике работала, и она школу закончила какую-то, я не знаю, сколько классов, но она грамотная, она могла читать на немецком, у нее книги были. Библию читала, и, ну, она все. И газету она выписывала даже немецкую, ну, и слебен, как я помню. И с детства, конечно, я больше всего помню Пасху и Новый год. Мы на Новый год рассказывали стихотворения. «Крискхинде комм мах мих фром, тас их митые ин гиммельнэй комм». Потом еще говорили «Крискхинде гядзе, штек мавас ин шядзе». Это на Новый год. «Крискхинде и пельсникль» же были у нас, как «Снегурочка» и «Дед Мороз», а так по-немецки мы называли. А на Пасху, конечно, мы яйца тоже красила бабушка. Потом ревелькога пекли обязательно, булочки пекли. Яйцами, конечно, ходили, бились. Это уж с детства все помню. У нас в доме, ну, потому что, может быть, у меня тетя моя инвалид, поэтому все эти немецкие бабушки у нас собирались. Собирались, читали эти Библию. Бабушка моя читала, остальные не были грамотными почему-то. Они все молились. Но молились все, стоя кроме одной бабушки. Она католичка была, и она на коленях молилась. Вот я вот это помню. Папа у меня трактористом работал, мама на стройке работала. С Украины мама моя. И она вот до замужества, они в основном на украинском разговаривали. Хоть все и родители были немцы, все, но они разговаривали на украинском. И она, когда замуж вышла, а здесь все в семье по-немецки, ей пришлось учиться по-немецки разговаривать. Отец, когда их эвакуировали вот в большевик, ему было 9 лет, и он уже работал. А он был маленький ростиком, совсем маленький. И его, когда вот пахали, на быках же пахали, его прям привязывали к быку, чтобы он не упал. И он погонщиком был. Но в совхозе все равно легче, говорит, было. Казахи помогали вообще, во всем казахи помогали. Вот он среди казахов жил, и даже казахские все обычаи знал. И как юрту правильно поставить, как что, он вообще все, он как чистокровный казах был. На казахском чисто, говорил. Отца эвакуировали вот в большевик в этот, а маму в прохладное, да, 25 километров расстояние. Ну и вот как-то ему сказали, говорит, там есть хорошая девчонка немка. И вот они поехали знакомиться. Все, и поженились сразу. Прохладное был колхоз, а большевик был совхоз. В совхозе легче. И вот мама говорит, я просто так вышла. Думаю, а, поживу маленько, да, останусь. И вот так и осталась. Нас троих родила. У нас в школе немецкий преподавали, я учила в школе немецкий. Ну я в школу закончила, первый раз не поступила. Потом там тоже тетю свою повезла на протезный завод в Симплатинске. Там с мужем познакомилась. И с тетей замуж вышла. Но потом, конечно, медучилище закончила. И уже работала медиком. Старшая дочь, у нее нету детей. А младший сын, у него пятеро. Они такие любознательные вообще. Баба, а как это было? Баба, а как то было? Баба, а как? И вот я все это им рассказываю. Я вот считаю, все-таки, не надо свои корни забывать. Не надо... Вот немец, да ты знай немецкий язык. Родной язык, он все равно, мы должны его знать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова